Привет дорогие друзья, добро пожаловать на канал, с вами Владимир и сегодня я вам хочу рассказать о том же, как освободить ваше пространство на ваших айфон и айпад. Это касается той ситуации, когда у вас уже на грани там 1 гиг, 500 мегабайт, может меньше, вы уже не можете сохранить что-либо, какие-то фотографии, видео, записи экрана вашего айфона или айпад для каких-то своих действий и операций. Что я вам посоветую, взять ваш айфон, зайти в настройки, основные, хранилище айфон или айпад, как вы понимаете, вы увидите шкалу. На этой шкале вы увидите разделы, то есть это приложения, будут там данные какие-то и другое. Другое это есть кэш, вы можете опуститься ниже и посмотреть от первых там 7, 8 до 10 приложений, перейдя в каждое вы увидите сколько само весят приложение и данные, это кэш. Это именно то, что нужно нам сделать, избавиться от этого. Есть два пути, как освободить себе пространство. В зависимости от вашего устройства и как вы пользуетесь вашим приложением, вы можете освободить от 4 до 10 гигабайт, может даже и больше. Что вам нужно сделать? Перейдете в приложение, каждое из них можете удалить, заново переустановить, вы получите фактический вес приложения без кэша. Другой способ, это же конечно вы можете просто подключить ваш телефон к iTunes, сделать резервную копию в iTunes или в iCloud и нажать переустановить iOS, либо же просто восстановить. Не обновить, а восстановить. Просто восстанавливайтесь из копии, опять же же iCloud или iTunes. Вы даже примерно на пол гигабайта больше сэкономите места, то есть я имею ввиду больше получите свободного места. Но по времени займет больше, где-то 45 минут 60. А то, что вы поудаляете приложение, по-первых, устанавливаете вас всего-то минут 5, то есть займет. Но смотрите сами, выбирать вам, я вам рассказал в принципе, как это можно сделать и решать только вам. Это те два способа, о которых действительно говорят все, не каждый знает, но они рабочие. Поэтому пользуйтесь, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, а оставляйте ваши комментарии, для меня это очень важно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok